Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже можно сказать, что 22 марта, вот 5.30 утра. И я сейчас пойду проверить мои томаты в теплице, которые я вчера там оставила на ночь. Всегда, ежегодно так делаю, первые дни, когда оставляю, и когда температура еще не такая, не стабильно теплая. Я ночью или в 12, или под утро в 4, в 3 хожу, проверяю, как они там себя чувствуют. Специально для этого я сразу после того, как оставляю там одну лампу дневного света, чтобы ночью здесь не ходить по огороду, не блудить по темноте, потому что темень кромешная, видите, вот так вот. Сейчас мы зайдем туда, все посмотрим, и я вам наглядно покажу, какую температуру можно сохранить в теплице при минусовых температурах на улице. Вот сейчас минус 2, там проверим. И покажу, каким электрооборудованием это достигается. Но все знают, что в первые дни весной, когда в теплицах, ой, когда еще на улице холодно, конечно, обязательно нужно оставлять подогрев. Вот у нас там сейчас работают инфракрасные обогреватели и маленькая старая наша ветродуйка, ну, про которую я говорила, ветеран обогрева. Даже не посмотрев еще на термометр, я по себе чувствую, что здесь тепло. Мари услышала мой голос. Так. Очки я, конечно, не взяла точно, не вижу, но вижу, что около 10 градусов. Ну, я могла бы даже не смотреть температуру, потому что я и так чувствую, что здесь хорошо тепло. Вот смотрите, у меня сейчас работают вот эти инфракрасные обогреватели, которые будут работать в первые вот такие весенние холодные ночи, каждую ночь. И дополнительно сегодня, так как температура ночью минус, вот эта вот ветродуйка включена была на полтора киловатта, которая мощность. Все, больше здесь ничего нет, никаких обогревающих. И вот при таких условиях, когда вокруг сугробы лежат, когда на улице минус два, здесь сохраняется температура около 10 градусов. И эта температура нормальная для томатов. Как я определяю, нормально или нет, кроме того, что, как по себе чувствую, что у меня здесь хорошо. Как всегда, я уже говорила, я подхожу, беру листик, вот один, и как вот температуру у детей меряем, мы же как губами трогаем лобик и чувствуем, горячее или нет, так я трогаю листик. Кажется, что я его целую. Я раз губами прикоснулась, он не холоднее, чем мои губы, то есть он не вызывает ощущения того, что он прислонили к губам что-то холодное. Нет, у него нормальная температура, если можно так про томат сказать. Значит, ему здесь не холодно. Но я еще раз говорю, что я по себе чувствую, потому что я пришла... Сейчас покажу вам. Видите, у меня голые ноги, и мне не холодно. Ну, к голому телу нормально. Все, можно спокойно идти домой, все продвигается так, как нужно. И я заметила, что снег, который был тут вчера, из-за того, что включили ветродуйку, из-за того, что включили инфракрасные обогреватели, он весь почти растаял. Так что сегодня благополучно можно будет высадить первые томаты в теплицу. Тем более, что по прогнозам, это первая, ой, последняя ночь с минусом. Завтра будет плюс два, ой, плюс один. Послезавтра тоже то ли плюс один, то ли плюс два. То есть минусов уже не будет. Или включать ветродуйку не будем, или будет включена ветродуйка, но здесь будет еще теплее. Посмотрю, как. Так что на сегодня мы обошлись без дуг, без крыльных. И пока будет вот такая температура на улице, не очень холодная, минус один, минус два, ноль, дуги томатам моим не нужны будут. Тут и так достаточно будет тепло. Если уже будет минус пять, например, и минус шесть, тогда придется их укутывать еще дополнительно. Все, до свидания. Это был такой небольшой, короткий ночной репортаж с теплицы, с томатами, когда вокруг лежат сугробы, завалено все снегом. Здесь у них комфортная, хорошая температура. Вот я пришла домой и хочу показать вам вот этот прогноз, который я смотрю. Вот сейчас у меня минус два, а следующие ночи, видите, будут показатели хорошие, плюс один, минус один. Я говорю тихо, потому что все еще спят. Ну, такая, вот 2.13, это по Москве, то есть 6 часов 13 минут, 22 марта. Ну, такая температура будет держаться только ночью, а днем уже будет плюс 5. Значит, в теплице будет еще на 5, на 5-10 градусов больше. И следующие дни будет плюс 4, плюс 5, плюс 3. Значит, томаты можно смело высаживать. Я все это так подробно рассказываю для того, чтобы другие, вот, например, кто первый раз с теплицей имеет дело, знали, при каких показателях температуры можно не бояться высаживать туда рассаду. Но это в том случае, если у вас есть чем подогреть воздух, в крайнем случае. Продолжение следует...